ПЕСНЯ Привет! Машинка греется, а я немножечко... Гена, привет! А я немножечко с вами поболтаю, потому что я ни разу не балаболка. Так, вот так, чтобы было мне... Обещала выйти в эфир. Затянула, конечно. Катя, привет! Привет, привет, привет! Будем ждать интересные вопросы от вас. Вот. Что могу рассказать? Вот вы мне когда говорите, что видите мои уставшие... А, мои печальные глаза. Они не печальные, они усталые. Я устаю. Вот. Да, с тремя детьми устаешь. Поэтому так бывает. Присоединяйтесь, чтобы нас было больше. Ну, из новостей. Что из новостей? Так, привет, привет всем городам. Краснодар, Бузову, Кишинев. Все пишут. У меня сегодня классная классность, радость. Я сегодня приобрела шубку. Поехала. Уже привыкла за рулем. Честно сказать, когда... Я поэтому постоянно жую жвачку. Вы мне говорите, почему ты, Юля, постоянно жуешь жвачку. Как-то получается так, что когда я ее жую, я не думаю о том, что за рулем может быть страшно. И просто делаю то, что я учила на уроках вождения. Поэтому будете наблюдать меня с жвачкой. Юля, ты песни подбираешь, как будто по Тиграну скучаешь. Друзья, ну, понимаете, люди настолько все разные. Женщины иногда скучают по бывшим мужьям. Ну, вы же меня знаете, хотя вы не знаете меня. А те люди, которые знают меня, они бы... Они так не напишут, потому что я, если скучаю по ком-то, если мне надо, то, может быть, со мной. Вот. Шубочку я себе на зиму купила. Черную, классную. Обязательно покажу. Балую себя, да. Хочется себя баловать. Шубы не в моде. И это пишут те, у кого их нет. Вот. Я тоже раньше такая была. Даже если не в моде, я вам так скажу. Мне наплевать. Я люблю шубы натуральные. Я люблю натуральную кожу. У меня юбка из натуральной кожи. Ботинки. Сумка. Я не понтуюсь. Просто я очень давно к этому шла и мечтала, чтобы у меня все было из натуральной кожи. Из натурального меха. Вот. И теперь я закрываю свои гештальты, воплощаю в жизнь свои мечты. Понимаете? Это не значит, что все должны это делать. Или не значит, что мне надо закрывать рот. Ты же устаешь без детей, не то что с детьми. Ну, вообще-то, нелегко одной растить троих детей. Вот. Шубы – это круто. Шубы – у шуб такая классная особенность. Мне когда-то сказали, и я потом проверила. В шубе никогда не жарко, если ты заходишь в помещение. Ты не вспотеешь, как ты вспотеешь в пуховике. Вот. И на улице ты не замерзнешь. Ну, если это натуральная шуба, хорошая, с хорошим подшерстком. Я до парковки, тут люди ходят, а у меня свет горит, эфир идет. Да и что? Вот. Гештальт бедности. Да? Да. Имею право. Я много раз рассказывала в эфире, что юность и детство мои были небогатыми. Соболины и пеленки, никто не кутал меня. Вот. Поэтому есть такой момент, есть такая потребность, и ничего в этом страшного нет. У нас у каждого есть свои травмы, гештальты, которые закрываем. Да, шуба норкова. Наверное, Соболя мне подарит мой будущий муж следующий, который появится. Соболя и машина нового. Такие запросы вселенной. Вы же знаете, что мы живем так, как мы… Даша, привет! Так, как мы думаем. Вот, поэтому я сама так делаю. И хочу вам тоже сказать, посоветовать, призвать вас быть уверенными в том, что все будет хорошо. Все будет непременно хорошо. Когда мы думаем о наших страхах, мы их… Ой, вонючка надо поменять. Мы их притягиваем. Вот. Поэтому не думайте о страхах, не притягивайте их. Так, кое-кто обещал летом встретиться. Аленушка, привет! Мы можем встретиться и не летом. Летом же я уколесила. Деветочек своих повезла на море. Ты достойная. Не только шубы с оболиной. Ты красотка шикарная, имеешь массу плюсов. Спасибо большое, девчонки. На самом деле, вот читаешь такие сообщения и думаешь, спасибо большое. Я вам очень благодарна. Вы так подтягиваете. Ведь сейчас я проживаю такую непростую ситуацию в своей жизни. Очень многие ее проживают. И тут действительно нужно баловать себя. У меня, знаете, полная личка каких вопросов? Юль, как вот ты справляешься с депрессняком? То, что ты вышла из зоны комфорта. Из зоны комфорта. Что сейчас ты одна. Что вот был муж, теперь его нет. Предательство, еще какие-то обиды. Я понимаю, что очень много девчонок проходит подобную ситуацию. И это действительно невероятно нелегко. Но я, знаете, как всегда с собой разговариваю. И себе вонючку достаю. А то та пустая уже. Вот. И себе объясняю, что надо благодарить людей за то, что они были в нашей жизни, чему-то нас научили. Да? Да, с тремя детьми тяжело. О, прикольно как пахнет. С тремя детьми тяжело, потому что они маленькие. Потому что им тоже нужно внимание. Им нужна энергия. Вот. Вы говорите, когда ты покажешь нам своего мужчину. Когда мужчина будет туда-сюда. На него же тоже энергия нужна. Сыни нужны. И общение, и все такое. Вот. И надо восстановиться. Знаете, чего не хочу? Галечка, привет! Я не хочу, чтобы вот эти вот... Как правильно назвать? Мотивы или привычка поведения, что ли, из прошлых отношений, которые были с Тиграном. Чтобы они как-то считались новым мужчиной в будущем. И так же пошло. Для чего нужно побыть одно и какое-то время после длительных отношений? Особенно, если они не устраивали тебе, да? Если это были больные отношения. Ну, к примеру, да? Нужно восстановиться. Нужно прийти к тому... Сохраню эфир обязательно. Прийти к тому нужно, чтобы забыть эту модель поведения. Забыть, как вот было. Да, заметила, заметила Галечка. Вот. Одной... Ну, мужчина все-таки, как бы, я не знаю, у всех женщин по-разному. Мужчина это классно. Когда есть у тебя достойный мужчина рядом с тобой. О, как вкусно пахнет. Это очень здорово. Это приятно. Особенно такой, знаете, не вампир, а который тебе может наполнить чем-то. Может тебе что-то дать. Да? В эмоциональном плане. В духовном плане. В материальном плане. Чего такое? Чего скрывать? Что, я только буду давать? Нет. Вот. Поэтому это, конечно, все здорово. Но теперь надо будет подходить с умом. Я вас уважаю. Спасибо большое. Муж подавал на часы общения с детьми. Это вы спрашиваете про Тиграна? Наверное, он к этому придет. Потому что я тоже шубку хочу. Девчонки, у всех будут шубы. Все будет. Главное быть уверенными и делать все для этого. И муж у меня будет. Такой классный. Достойный. Вот. Все будет. Я себе тоже говорила. Квартиры купила. Что я мужа не найду? Достойный. Но нужно просто подойти серьезно. Вот квартиры я когда покупала, я же проверяла все. Первая, кстати, не очень получилась. С документами там. Там в начале была проблема. Первый блин комом. Что делать? Вот. Хочешь ли ты доченьку? Ну, как вам сказать? Я только все подрихтовала. И я 10 лет была в декрете. Родился Ролан, да? Что за ароматизатор? Так какой-то купила. Типа Шанель. А там посмотрим. Вот я родила Ролана. Через почти 3 года прошло. Я родила Эльдара. Вот. Потом, через 4 года Баграта. Я, получается, 10 лет в декрете. Я просто устала от этого всего. И, возможно, потом, через время, я скажу, да, я хочу дочку или сына. Кого-нибудь хочу, ну, хочу. И, наверное, выйду я замуж именно за того, кому я смогу довериться и родить этого ребенка. Да? Вот. Дочку или сына. Может быть и так будет. А может и не так. Я загадывать не буду. Потому что мы, женщины, такие эмоциональные существа. Сегодня мы хотим, завтра не хотим. Казахстан, привет. Юлёк, а тебе сколько добра, тебе столько добра и сил, умница. Спасибо большое. Хорошо, что вы это видите мне. Это невероятно приятно. Вот. Потому что я с добром к людям. Ну, некоторые воспринимают за слабость. Но тот, кто воспринимает за слабость, пусть идёт своей дорогой. Шубу обязательно покажу. Вы очень изменились. Очень красиво. Просто молодец. Спасибо большое. Какая у тебя мечта? Какая у меня мечта? Так. Какая у меня мечта? Ну, мужчина, чтобы рядом был. Достойный. Который бы полюбил моих сыновей. Принял. Полюбил бы меня в первую очередь. Вот. И чтобы всё было совсем по-другому. По-грамотному. По-взрослому. А не детские эмоции. Вот. И оно так обязательно будет. Просто надо головой думать. С родителем Тиграна общаетесь или нет? Нет. Не общаемся. Вот. Потому что я напомню. Главным камнем преткновения продолжения семейной жизни были именно они. Именно мама с папой Тиграна. Которые... Ну, я вот когда вспоминаю, начинаю нервничать. Конечно, на них у меня есть обида. В каком плане? Есть на них именно обида. Что они, зная, что я без родителей, они хотели вязать с меня узлы. Ну, типа, мол, это сиротка. Будет делать всё, что мы скажем. Давай-ка мы её будем подминать под себя. Ну, мы все под Богом ходим. Так нельзя делать. Вот. И поэтому я хорошенечко дала им по жопе. Вот. Юль так страшно уже. Почему вам страшно? Не бойтесь. Не бойтесь. Если вы сейчас о войне, которая там может начаться, может не начаться, вот всей этой ситуации, то я скажу так. Это, конечно, страшно. Но... Женщины выживают всегда. И во Вторую мировую войну поднимали, выращивали по восемь детей, рожали на фронте. Сейчас такие технологии. Сейчас совсем другая жизнь. И мужчины возвращались. Молитовку в кармашек положите. Конечно, это звучит очень цинично. Потому что я лично никого не провела на фронт. Я понять не могу этого. Мои сыновья маленькие. Мужа вовремя сбагрила. Тиграну не пришла, кстати, повестка, потому что иначе бы, наверное, говорили. Я не общаюсь с ним. Он вот недавно мне написал, носит ли с собой Эльдар телефон, но я ему ответила, что я могу продолжить разговор только после извинения за оскорбление. Потому что он там распоясался после того, как я выиграла суд, оскорблял меня и в переписках, и прилюдно. И я не желаю общаться. Я не терпила. Меня нужно уважать, если он хочет общаться. А по поводу того, что там настраиваю, не настраиваю, знаете, как я уже много раз сказала. Не хочешь, чтобы про тебя плохо говорили, не делай плохо. Ну, если бы он уважительно ко мне относился, убрал свою эту ненависть, злобу, не отбирал квартиры детей, не судился со мной, не дергал меня, не обзывал бы меня. Приезжал бы каждую субботу, допустим, забирал детей в цирк, в зоопарк, еще там куда-то, в театр. Помогал бы, хотя бы, ну, даже не то, что финансово, но хотя бы там, Юль, тебе масло, наверное, в машину надо поменять. У тебя вот масло. Вот мне друзья звонят, говорят, Юль, ты машину купила, а масло ты меняла там? Ну, это не Тигран звонит. А машина, вообще-то, его детей возит. Ну, такая вот мелочь хотя бы, да? То я бы не смогла ничего плохого сказать даже против него. И даже если бы я что-то сказала, а он делал вот для детей очень много, то они бы сказали, мам, хватит, а? Папа у нас хороший. Очень много таких случаев было. Поэтому вот как-то так. Галя, сейчас меня никуда не тягают, потому что я выиграла суд последний. Но при желании можно хорошенечко еще потрепать. Вот. И я сижу сейчас, думаю, интересно, на что хватит фантазии? На что-то благородное явно нет. Эфир обязательно сохраню. Юль, что? Ты его попроси, попробуй. Да, вы что, там присоединились к этим, кто сидел на лобном, что ли? Да почему я должна его просить? Почему я должна его просить? Это он должен позаботиться о том, чтобы после его ухода у него сохранилась волшебная репутация перед детьми. Значит, для этого надо что-то делать. Это не я должна делать. Я делала на протяжении всех 10 лет. И когда я устала делать, я развелась. Чтобы не делать, чтобы не просить, чтобы не заботиться, чтобы не думать, чтобы заботиться только о себе и о своих детях. Вот и все. Юля, вы очень эффективно, эффектно выглядите. Да, мне так нравится мой блонд. Я сегодня мерила шубу и поняла, что белая башка, извините за грубость, она украшает всю одежду. Блин, как это здорово. Какие-то эмоции классные. Есть няня, да, она сейчас пришла. Вот, она сделает уроки сегодня со старшими детьми. Она забрала из садика Багратика. Есть, да, я позволяю себе такие дни, чтобы отдохнуть. Но, конечно, нелегко. В 7 утра няня не придет. И каждый день мой начинается в 7 утра. Бегом-бегом-бегом. Да, Багратов сад. Потом старших покормить, доделать уроки. Вот, тебе бывший муж не муж. Почему он должен тебе что-то делать? Он детям должен помогать. Так он и детям не помогает. Пусть помогает детям, я не против. Я говорила в контексте того, что если он хочет, чтобы о нем хорошо говорили, а не плохо, надо хорошо делать. Как вот ты делаешь, так о тебе и говорят. У меня нет цели его засадить как-то, сделать детям травмы. Но, если постоянно тебя долбят, 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 ну, как можно говорить, нет, ваш папа хороший. Нет, все, извините, эту страничку в своей жизни я переворачиваю. Уже всем все по-честному. Вот сколько сделал, столько и получил. Давайте о чем-то другом. Да, опять про бывшего. Не надо. Не надо про бывшего. Еще, кстати, сегодня мне привезли офигевшие лаковые ботфорты на шпильке. Вы их видели, наверное, в истории. Потом покажу. Я после того, как поменялась моя жизнь, решила себя баловать. Я знаете, что поняла? Да, мы очень разные с Тиграном, поэтому не надо даже вместе. Мы выполнили миссию друг перед другом, можно идти дальше. Я поняла, что вот так вот жить для кого-то, ради кого-то, это такое неблагодарное дело. И это очень жуткое дело, потому что если ты живешь, допустим, ради детей, детьми или мужем своим, то потом твое нутро хочет ответ. А мне? Я же все на тебя потратила. Всю свою молодость, все свое здоровье. И получается так, что... Ну, а человек, как бы, он и не просил, он говорит, а я и не просил на меня все, тратить весь свой ресурс. У меня в машине пишет низкий уровень омывательной жидкости. Что делать? Напишите мне, пожалуйста. Заехать на заправку и купить этот... Этот, как его? Я хочу не замерзайку залить. Да, жить нужно для себя. Но для себя, когда живешь, вот это вот для себя, оно включает не только то, что ты делаешь для себя, но и людей, которые тебя ценят, любят, которых любишь ты. Обмен обязательно нужен. Человеку нужен человек. Нужны и дети любимые, и муж достойный, любимый, там, жена. Но это не должно носить характера такого больного альтруизма, на мой взгляд. Должен быть здоровый эгоизм. Но все любимые, родные, близкие люди, они, конечно, очень важны, очень ценны. Залить ее... Я... Да, я хочу не замерзайку. Я заезжаю на заправку, там они продаются, да. Потом покупаю эту баклажку и выискиваю кого-нибудь, кто мне это все зальет. Так вы делаете, девочки? Сейчас будут приключеньки. Вот. Воды не хочу, потому что там тепло лей воду. Хочу, чтобы оно средством мыло. Нет? Зимой надо заливать. Вы что, с ума сошли? Я почему так эмоционально? Ну, вонять будет, когда я побрызгаю. Юля, развод сделал тебя счастливой, только честно. Ну, смотрите. Вот ситуация в том, что пока я жила в браке, я не собирала свои слезки в кастрюльку, не плакала каждый день. Были моменты, да, были моменты со свекрами. Очень много родительской энергии было в семье. Ну, в каждой, я понимала, что в каждой, в каждом шкафу есть свой скелет, в каждой семье есть свои проблемы. И я была счастлива, я не была несчастна, меня там не лупасили каждый день. Были моменты, которые создали эффект, в конце концов, переполненной чашей, и она вылилась. Вот. Но я стала счастливей, потому что теперь я главный актер, главный герой своей жизни. Я многому научилась, я наконец-то вспомнила себя. Я вот смотрю старые фотографии свои, где я с Тиграном, и где редкие наши встречи с Катей. Тигран всегда говорил, ты зачем смотришь? Медовичков, привет, медики. Ты зачем смотришь на Катю? Ты хочешь жить так, как она, да, вот этой жизнью стрекозы? Ты хочешь легкой жизни? Не будь как Катя, не будь как Катя. И я смотрю на свои старые фото, где я, допустим, с семьёй своей, там, с Тиграном, там такой грустный робот напряжения, потому что постоянно надо было работать за всю ответственность, на мне ответственность, на ответственность, на ответственность. И с Катей мы постоянно дурачились, ржали. Вот с Катей как будто меня выпустили в окошко подышать, а потом назад, иди сюда, в клетку свою, иди, надевай кандалы. Ты... Вот Катя, я так благодарна Богу и мамочке за то, что у меня есть Катя, есть сестра. Вот. Я поняла, насколько это ценно Катя. Все эти 10 лет не давала меня растоптать, не давала мне уснуть. Потому что вот в этой жизни, я не говорю, многие живут, им нравится, как бы, да? В этой жизни вот моё я и Юля Колесниченко, наверное, если бы я не встречалась с Катей, то она бы, наверное, уснула навсегда. Вот была бы растоптана моя личность. Было бы то, что угодно той семье. Да, я любила, я очень хотела соответствовать. Это была моя ошибка, то, что я позволила так с собой делать. Но уже когда я поняла, что я буду позволять, я была беременна, понимаете? Я думала, что если бы я не была беременна, вот, если бы я не забеременела Роланом, то мы бы разошлись с Тиграном, как море кораблей. Потому что очень разные, и в какой-то момент бы мне надоело подстраиваться, делать из себя ту, которая ему нужна для того, чтобы быть с ним. Это очень большая ошибка. Девочки, пожалуйста, не делайте, не повторяйте мои ошибки. Будьте собой, потому что очень тяжело давать человеку то, что он хочет, если его нет в тебе. Я совсем другая. Вот. Не такая какой... Ну, я просто почему-то себе внушила, что вот семейная жизнь – это вот только так. Вот если ты хочешь жить счастливой семейной жизнью, то ты должна быть там покорная, закрыть рот иногда. Вот твои колкие фразы и так далее, так далее, свободолюбивый нрав. Ты засунь себе, девочка, в одно место, иначе у тебя семьи не будет. Вот такая была моя философия. А сейчас я понимаю, что будет. Конечно, будет. Просто человек другой рядом нужен. Так, не читаю. Позорище там было. Где было позорище? Не общалась с Катей, ссорилась с Катей. Ну, мы с Катей вообще такие взрывные девчонки, мы можем поссориться, потом помириться. Вот. Но я помню в очередную ссору, когда мы поссорились с Катей, он мне говорит, проучи ее, накажи ее отсутствием общения. А я думаю, ну, он же меня любит. Он такой, чтобы она не поступала больше так с тобой. Она вытирает об тебя ноги, а ты постоянно ее прощаешь и облизываешь. Я бы, я бы со своей сестрой уже не общался, если бы моя сестра. Вот такое вот я постоянно слушала. Какой ужас. О, если бы моя сестра. А я ж любила, верила, вообще детей от него рожала. Думаю, ну, может, и правда он говорит. Никогда больше так не поступлю. Никогда, 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 никогда. Я очень жалею об этом. Но это тоже была моя школа жизни. Фу. Да, приходит конец терпению, но не обзывайте его. Он – это моя школа жизни. Я очень многому научилась в браке. Я думаю, что каждый из вас очень многому учится в браке, в дружбе. Каждый человек – это наш учитель. И это очень круто, когда ты… Это не просто фраза из интернета. Это вот если вы действительно будете воспринимать каждого человека, пришедшего в вашу жизнь, учителем, то и обижаться не на кого будет. А, значит, Петя меня научил этому. Аленочка вот этому научила. Да, я вон же так не буду делать. То есть постоянно анализировать, и у вас не будет груза, обиды, у вас не будет ненависти, злобы. Вот эти вот порочные чувства, которые разрушают. Ай, музычка. Чему меня научил брак? Какой интересный вопрос. Во-первых, меня брак научил тому, что в следующий раз я буду собой. Не нужно стараться быть хорошенькой. Не нужно бояться потерять человека. Если он уходит, значит, это не твой человек. Не нужно держаться. Вот я так понимаю, что есть люди… Руль правый просто, камера-фронталка. Есть люди разного склада, ума, состава, с разными ценностями. И если ваши ценности не сходятся, расходитесь. Расходитесь, не тратьте время. Хотя я родила прекрасных сыновей. Меня брак научил быть матерью, быть женой, покорной женой. Научил меня находить компромисс. Научил меня быть разной. Научил меня вести быт. Ну, я же раньше этого не умела. Я была незамужняя. Но у меня всегда было, в принципе, чисто. Но я посмотрела, какой я могу быть женой. Я посмотрела, какой могу быть мамой. Посмотрела, как у меня все круто получается. У меня поднялась самооценка. Очень многому я научилась и от Тиграна, и даже от своей бывшей свекрови. Я всегда на нее смотрела и училась от нее флиртовать. Флиртовать, намазюкать губехи. Вот это вот. У меня мама так не делала, потому что мама нас родила в 39 лет. И уже когда мы подросли с Катей, у нее не было при нас мужчин. То есть она не встречалась ни с кем. Мы не видели, как наша мама флиртует. Ну, она могла накрасить губы, нарядиться. Но мы выросли, и я не знала, как строить глазки. У Кати еще это как-то получалось. У меня как-то нет. Потому что не было полной семьи, не было папы. Мама не флиртовала с папой. Хотя, как оказалось, как показала практика, очень во многих полных семьях мама давно не флиртует с папой. И вот все это, то, что должна уметь девочка в семье, она не видит. Она видит это как раз вне семьи. Вот. Это как показала практика. Так, что еще научилась? Научилась. Многое поняла. То есть, стаж, вы или Катя? Я стаж. Давайте еще интересные вопросы. Только, пожалуйста, без матов себя унижайте этим. Руль правый. Вот правая моя рука. Ой, левый руль. Блин, вы меня запутали. Левый. Вот правая рука. Вот левая рука. Вот я и держусь за руль. Фронталка же, камера. Я не дома сейчас. Я на парковке возле торгового центра, где покупала шубу. Я пошла, пообедала в кафе спокойно. Так хотела этот день провести. Никуда не торопясь. Я приеду сегодня поздно, спокойно. В Москве сейчас пробки. Сейчас даже нет смысла дергаться. Я подожду, пока освободятся дороги. Трючу, погромче музыку. Поеду. Собираюсь ли я замуж? Вот, честно, сейчас тяжело сказать да. Наверное, знаете что? Если я встречу мужчину, который действительно покорит мое сердце, которым я увижу надежного друга, которого я полюблю, должен быть красивый. Да, я это поняла. Должен нравиться. Вот. Должен совершать поступки. Должен быть успешный. Я успешная? Я не хочу, чтобы мой мужчина был беднее меня. Меркантильно, но такая жизнь. Как он будет? Давай я себе куплю картошку фри, а тебе куплю устрицы. Или как это будет? Ну, то есть должны совпадать пять критериев, или как? Пять основ. Финансовая, культурная. Вот. Блин. Пишут мне. Финансовая, культурная. Вот. Чтобы не балерина и там дворник, а приблизительно из одного слоя. Так. Эмоциональная. Что там еще было? Ну, секс. Конечно, там должно совпадать. Вот. Юля похудела, выглядишь замечательно. Тигран хороший, но он несерьезный, инфантильный. В какой заднице он хороший? Он совершает нехорошие поступки. Где он хороший? Научитесь, наконец-то. А, социалка, да, социалка. Социальная должна совпадать. Социальная, культурная, культурный аспект должен совпадать. Финансовый аспект сексуальный. Так, пятое подскажите. Пятое, пятое. Айкью. Да? Ну, вот. Или это в культурный. Ну, в общем, должно совпадать. Да? Вот. И мужчина, конечно, это поступки. Я... Я... А, духовный точно, да, девчонки. Вот. Хочу потом, наверное, купить дом. Или выйду замуж за того, у кого будет дом большой. Вот вы спрашиваете, когда у меня последний раз был секс. А я вам отвечу феноменальной, но очень известной фразой. Последнего еще не было. И будет он не скоро. Вот так. Не знаю, что... Слушайте. Девяностые. Зачем лезете в постель к Юле? Ну, интересно девчатам. Не скучаешь ли ты по Тиграну? Нет, не скучаю. Не скучаю. Девчонки, если бы я скучала, если бы действительно я мучилась, он бы уж давно был дома у меня. Да, музыка огонь. Вот. Так что... Ну, просто мне это не нужно. Не потому, что я обиженка, а потому, что... Ну, зачем? Уже-то и жили себя эти отношения. Что это? Поэтому нужно уметь расставаться с теми людьми, которые свою функцию выполнили. Чего тебе сейчас не хватает? Отдыха мне не хватает. Я устаю очень. Я же и зарабатываю. Мне не хватает поддержки. Мне не хватает защиты. Мне нужен защитник. Мужчина. Кто хочет меня защищать? Мне нужен защитник. Мне нужна помощь. Я хоть и такая сильная, все дела, но я женщина. Все равно я женщина, которой нужна защита, помощь, забота. Конечно, это все нужно. Этого не хватает. Знакомишься ли ты на сайтах? Да, я зарегистрировалась в Тиндере, в Мамбе. Прикольный секретик. И причем я там зарегистрировалась и фотки детей накидала тоже, чтобы лишние вопросы не задавали. Почему Тигран говорит, что у тебя дети в телефонах круглосуточно? Ну, что он еще скажет? Я вот ушел от Юли, а она детьми занимается. И на моря возит, и на карусели. Детство им сделала. Наконец-то дети расслабились после моего ухода. Хорошо, что они от меня избавились такого абьюзера. Так он скажет или как? Конечно, он будет постоянно. Что бы я ни сделала, я всегда буду плохой, потому что от кормушки его отогнала. Я готовлю классно. Спасибо. Но я готовлю сейчас меньше, честно говорю. Я так устала за все 10 лет стоять у плиты и наготавливать, что меньше это делаю сейчас. Честно говоря, особо мое мнение, вы сойдетесь. Пусть ваше мнение будет вашим мнением. Спасибо большое за пожелание женского счастья. Очень приятно, ценно. Сколько у тебя сейчас квартир? Сейчас 4. Вот вы когда спрашиваете, хотела бы дочку. Может быть, когда-нибудь, да, но не сейчас, когда я одна с тремя детьми, и Баграт настолько маленький, что вот каждый день я, то слава богу, в сад могу отвезти, что-нибудь сделать дома, поработать, в конце концов. Меня никто не подстраховывает. Да? Благополучия вам, Юля. Задавайте вопросы про свои отношения. Скоро буду заканчивать, потому что надо заехать на заправку, купить незамерзайку. Юля очень мудрая, молодец. Спасибо большое, мои девчонечки. Спасибо. И ни в коем случае ни понты, ни высокомерие. Просто вот так, когда сидишь, видно лицо красиво, а вот так не видно ничего. Вы заново родились, стали той, кем должны были быть. Все правильно. Никогда не возвращайтесь. А я уже не смогу. Уже все. Кошечка молочка попробовала. Я уже не смогу стать другой. Мне будет это тяжело, неинтересно. Три квартиры сдаю. Да, по закону сдаю, плачу налоги. Я не на каблуках, я в ботинках. Ты очень прикольная. Спасибо большое. Покажи себя без фильтров, пожалуйста. Есть куча видео в профиле и фотки без фильтров. Смотрите. Я смотрю иногда бывшего мужа, а она меня, а она меня. Хотя вышла замуж, она как предупреждена. Это не уверенность. Или скучно вам? Зачем вам бывшая девушка, вашего мужчины? Что так скучно, что надо смотреть на его бывшую бабу? Ну, вы же понимаете, девчонки, что особенно возраст, когда 30 плюс, ну, уже не будет ни мальчика колокольчика, ни девочки цветочка. Ну, в любом случае, что-то было. И вы когда хотите встретить опытного мужчину, который все бы умел, все бы знал, что-то прошел в этой жизни, но он прошел-то с этими бывшими, с ними научился быть достойнее, с ними все учился. Поэтому нужно им спасибо сказать, что они были в его жизни. Кто-то как первый блин, кто-то еще как-то, а вот он уже готовенький, наученный, умудренный опытом достался вам. Как вам такой вариант? Вообще, я считаю, что на каждую ситуацию в жизни нужно уметь посмотреть под другим углом. Тогда все будет четко. Какие профессии вы хотели быть, дети? Очень хороший вопрос. Такие, которые дети сами захотят. Я им даю свободу. Я им даю свободу. Я никогда не буду заставлять детей идти на определенную профессию, которую я считаю нужную. Я могу предложить, могу посоветовать. Но я хочу, чтобы мои дети, как и я, учились принимать решения сами. Чтобы не я за них это делала, а они сами. Потому что в какой-то момент меня не станет. А они так и будут ждать моего решения. Я сама с этим столкнулась. Мама всегда нам советовала, говорила. Но мы никогда ее не слушали. Мы были другими, мы друг с другом советовались. И она говорит, как в очередной раз, когда мы пришли к ней за советом, она говорит, зачем... Зачем вы у меня спрашиваете? Зачем? Вы все равно сделаете по-своему. И когда она умерла... Когда она умерла... Вот это классная песня, кстати. Когда она умерла, я поняла, что своей головой я не думаю. Понимаете? Подожгу... Подожгу... В своей тачке. Моя машинушка. У нее есть имя. Подожгу... Сломаю и взорву... Подожгу... Сломаю и взорву... Подожгу... Сломаю и взорву... Мою машинку зовут Юлиана. Чуть-чуть даже вам спело, видите? Машинка Юлиана. Так, огонечки. Давайте мне аплодисменты. Видите, еще не смыкается вверху. Красивый, да, голос. Спасибо большое. Так, не договорила. Вот пишите... Чувствуют, как себя дети после ухода Тиграна. Мне одна девушка написала... Ну, не хочу сейчас про него плохо говорить, просто мои наблюдения. Одна девушка написала, что по Ролану видно, что ушел абьюз, что раньше Ролан выглядел, как заклеванный птенчик, а сейчас он стал мужчиной. Я им даю возможность самим принимать решение. Вот. Ну, хочешь, делай. Они будущие мужчины, будущие взрослые люди. Вот. Сломаю и взорву, и полночью везу, подожгу. Сломаю и взорву, и полночью везу, подожгу. Юля, жалко, что семья распалась Семья не распалась, у меня есть семья Я и мои три сына Как думаешь, какой буду свекровью? Вот точно не буду лезть к этим девчонкам, правда Не к девчонкам Не к Не к мальчишкам своим Сказала Сказала, вот если придешь ко мне Со своей женой И я увижу, что она издевается над тобой Я даже слова не скажу Потому что значит ты от этого кайфуешь Раз ты позволяешь это делать Значит тебе нравится Ты так хочешь жить Это не мои проблемы Не мои проблемы Средний сын у тебя очень хитрый Они все хитрые, умненькие, хорошие Хитрость это неплохо Она помогает выжить Поэтому У детей остались квартиры Последнюю Багратикину я отвоевала Какие отношения у вас с заловкой С Лизой что ли Ну последний раз я с ней общалась Когда она меня облила помоями Вот после того, как Тигран ушел Написала мне кучу всяких То, что я выставляла Помните, в декабре С тех пор она не общается ни со мной Ни с детьми Такая тетя Лиза Вот Да там все было Я понимаю, что там все было для соседей И очень много было зависти Очень много было зависти И очень рада, что это все закончилось Скрытой зависти Вот Я помню, как свекор за мной ходил И говорил Продай свои шубы Продай все свои шубы Продай все Я говорю, да я не хочу продавать свои шубы Он продай, а то их съест моль В смысле? Я говорю Ну съезд, значит, подарю бедным каким-то Я их сама покупала Говорю, это мои шубы Я их покупала Мне решать Юля, продай шубы Что за кольцо на нас? Вот кольцо Под него серьги Это гарнитур Один из любимых Не обзываетесь Я, что ли? Вот Так что вот такие вот пироги Дети дома с няней Поеду я, девчонки Уже освобождаются дороги в Москве Сейчас пока сделаю Тварская семья у Тиграна Да нет, не Тварская Просто у них так Я очень долго подстраивалась Пыталась принять Пыталась стать своей там Вот Но не смогла Потому что Не быть Своей Среди не своих Вот И Это тоже был мой урок Гарнитур Да Гарнитур Так, что я вам еще рассказать Машина, автомат Я сохраню эфир Обязательно послушайте Как я пою Я напишу Что я там пою Чтобы вы слушали Все мои Советы Не обзывайтесь Подписчики Да Не обзывайте меня Грущу ли я часто? Нет Представьте Мне некогда грустить Во-первых 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 Видите Как меня плеснуло После того Как я развелась Ну Как ушел Тигран У меня появились Подружки Подруги Разные Разные Верные Интересные Вот Те, которые И поддержат И позвонят И поболтают Во-первых Самая такая Близкая подруга Это моя сестра Катенька Она всегда на связи Во-вторых У меня очень много Девчонок есть С которыми мне хорошо С которыми я могу провести время Которых я поддержу И они меня поддержат И самое главное У меня есть дети Которыми я занимаюсь Вот И мне Не До Ску Ки Ты умничка Я не показала В истории Именно ту шу Которую выбрала Себья Вот Я ее обязательно Покажу Привет Красотка Давно не писала в директ Каждое фото Хочется прокомментировать Ты Похорошела Спасибо большое У кого Свекрови Балбески Все бывшие Жены Отличные Свекрови В будущем Серьезно? Ну кайф Значит Бог настолько Любит Моих сыновей Что он не только Убрал от них Отца Который мог бы А я считаю На полном серьезе Что Тигран Бы подавил их волю Он сам подавлен Его подавление Воспитывали А у Лизы Кстати Его подавлены Все сексуальные Качества Она Старая девочка У нее нету Женского И поэтому Она не замужем Ну и еще Очень много Других проблем Но это одна из Таких важных У них подавлено Все У него подавлено Мужское У нее подавлено Женское Ну такие вот Азы воспитания И он бы покалечил Моих детей Мало того Они Бог меня еще Взял Хорошенечко Вструханул Свекровью Чтобы я знала Как не надо делать Поэтому я думаю Что они будут Счастливы Я даже не думаю Но я уверена Что они будут Счастливы И все Бог убрал Отца у детей А чего вы материтесь Я считаю Что все правильно Я по детям своим Вижу Что им стало легче Где есть свобода Эмоциональная свобода Физическая свобода Там есть Все качества Для того Чтобы чего-то достичь Свобода Творчества Там где свобода Все там где свобода Даже любовь Там где свобода Вот Нету такого Что тебя в клетке Заперли Ты любишь Любовь уходит Когда нет свободы А я даю Своим детям свободу И эту свободу Как раз не мог И не может Осознать Тигран И именно поэтому Я Не буду с ним больше жить Потому что У нас очень разные взгляды И когда Последний раз Приходила На дом 2 Там сидел Такой молодой парнишка Которому Наплевать Конечно же На все это И он половину Не понимает Но Я ему пыталась Объяснить Что Для меня Вот эти вот Основы воспитания Тиграна И все Что У него есть В семье Вот его Вот эти вот Они для меня Они противоречат Моим То есть Мы очень разные Вот и все И поэтому Если вдруг Он пропадет Из нашей жизни Да Я не расстроюсь Расскажите Про последнюю квартиру Что рассказать Был суд Который я выиграла В мае Тигран подал апелляцию Которую проиграла Вот Тигран Знаете Он вроде бы Такой на людях И мухи не обидит А в семье Тиран Вот тираны Вот эти вот Абьюзеры Они такие есть Как Толик Ну как Толик Мог так поступить Он же муху не обидит Вот А как раз В семье Слабых Слабых детей Слабую женщину Будет Обижать Грызть Вот так вот Так Юля Ты молодец Спасибо Какие женщины Тебя вдохновляют Меня вдохновляю Я Чего я вам советую Самая красивая Женщина В вашей жизни Самая умная Самая добрая Самая талантливая Самая Ну офигенная Самая страстная Самая Талантливая Там успешная Это только вы должны быть Ни на кого не надо смотреть Надо делать себя И пусть смотрит на вас Вот тогда Ваша жизнь Будет качественной Мне недавно Ролан Такие слова сказал Я говорю Ролан Я с ними очень много общаюсь Я говорю Ты понимаешь И учу их Все то Всему тому Что учила меня мама У нас постоянно Эти пословицы Поговорки Она постоянно Проходя Говорила Никогда не откладывай на завтра То Что можешь сделать сегодня Окей Делу время Потехи час Делал дело Гуляй смело Вот это вот все И я постоянно с ними общаюсь Постоянно им это говорю Что если вы хотите быть успешными То вы должны понимать Что Ты качественно сделал работу Качественно отдохнул Не вот это вот Тягомутина Весь день потихоньку Делал урок И в этот момент Пирожок ел И смотрел телек Нет Быстро сделал Пошел Пошел Качественно отдохнул И очень-очень много всего И Ролан Такой смотрит на меня Говорит Мам А зачем ты так много Берешь от жизни Я говорю Чтобы жизнь моя Качественная была Чтобы интересная она была Чтобы Если я могу Это сделать Если у меня есть На это ресурс Почему не сделать Это вот утром Ты встаешь Можешь тухлый кефир Выпить из холодильника А можешь приготовить Себе шикарный завтрак Из этого кефира Допустим он стоял Долго А ты из него пожарила Блинчики Достала еще себе варенье А в варенье еще Положила сметанушку Ванилинчиком присыпала И такой завтрак Надо сделать телодвижение Да Ну проще Открыть банку И напиться кефира Но это будет невкусно Это будет не то А приложишь усилие У тебя будет намного выше Уровень Постоянно сыновьям Говорю что Я им говорю такую фразу Что ваше счастье Это женщины Будете обижать женщин Не будет счастья Будете тратить на женщин Будут деньги Будете брать у женщин деньги Не будет у вас своих денег Я проследила такую закономерность Что мужчина Как только начинает брать у женщин деньги Или жить там за ее счет Ему почему-то закрываются Все возможности к заработку Он еще дальше туда падает И падает И падает Поэтому я не разрешаю Моим сыновьям Брать подарки от девочек Если девочка захотела Что-то подарила Я говорю Тогда тащи вон Бери браслет Тащи ей На следующий день Зачем рожала от Тиграна Любила его Я без любви не живу Жалею ли я кого? Тиграна что ли? Нет Нет Не жалею Я жалела его Когда жила с ним И Это тоже Такая плохая энергия Я вот поняла Что между мужем и женой Должна быть Энергия мужчины и женщины Сексуальная энергия Когда ты чувствуешь Что ты начинаешь Малыша жалеть Что ты малышу Положила там Котлеточку Это мой маленький Он такой Старший Такой Нет Я лучше пусть он поспит А я пойду Вместо него В садик отведу Ну что что 40 градусов Мороза Пусть малыш поспит Это уже идет Материнская энергия Которая совсем не нужна Совсем не нужна В семье Материнская Или дочерняя энергия То есть Инфантильные женщины Это все не нужно Нужно контролировать Даже это Что Идет от тебя Жаль вас Боль в каждом слове Нет счастья в глазах Такая вот я несчастная Что я сделаю Не повезло Ну если любила Уважай того С кем делила постель И отпусти Уже Смой В канализацию Эту историю Классная Давайте я вас сейчас Пооскорбляю И вы меня будете Уважать после этого Нет, милочка Я уважаю того Кто уважает меня Это главный принцип Уважения Не страх Не какое-то рисование Для людей Зарисовочка А уважаю я Тех Кто уважает меня Вот так К этому я тоже пришла Недавно Ты меня уважаешь Я уважаю тебя В ответ Ты ко мне хорошо Относишься Я отношусь К тебе в ответ Нет, я изначально Ко всем с добром Но если Я вижу Что человек Ко мне Не с добром В честь Чего я должна Быть к нему С добром Как избавиться от роли Мама Молодой человек Я вам скажу Загибайте пальцы Переставайте его жалеть Жалость Жалость к мужчине Это пагубное Разрушающее чувство Переставайте его жалеть Флиртуйте с ним Открепляйтесь от быта Быт должен быть Между делом Да То есть он Не должен занимать Ну на мой взгляд Он не должен занимать Основную часть Вашей семейной жизни Сама избаловала Своего мужа Ну Знаете Может быть и так Может быть и так Не то чтобы избаловала Просто надо было Любить себя Вот Больше не повторится Я анализирую Привет Краснодар Вам нравится Что я рассказываю Интересно Поехали Поэтистик Юля Ты пожалеешь Еще тысячи процентов Что мальчишек Оставила без отца Ты думаешь Найдешь лучше Конечно нет Их просто нет Вот Написала женщина С уничтоженной самооценкой Просто уничтоженной Потому что живете С тем Кто каждый день Вам говорит Да кому ты нужна Кому ты нужна Надо быть уверенной В себе Вот А Детей лишила Отца Не я А моя свекра Которая спровоцировала Тиграна Пусть даже В воспитательных целях Я понимаю Что это была Просто манипуляция Неудавшаяся Оставить меня Одно с детьми И я вам Должна сказать Что Семьи Где нет любви Между мамой И папой Это намного хуже Чем когда папа ушел И они видят Счастливую маму Понимаете Потому что Я поняла Что в таких семьях Вырастают дети У которых Извращено Понятие Любовь Они не видят Эти эмоции Они не понимают Как должна Любить Мама Папа Мама Папа Маму Если эти двое Собачицы постоянно Не разговаривают Ни разу не приобняли Мне всегда было удивительно Ну вы сейчас напишите Что грязь Но это откровение Удивительно В семье Тиграна Вот его мать Очень красивая женщина Да у нее есть недостатки Она там глупо Поступила Туда сюда Вот Но Она У нее хорошие гены Она красивая Она ухаживала за собой Ну почему Ты Виталик Ни разу Не поднял Рюмку За столом За свою красавицу Жену Почему Ни разу Он не сказал Давайте Выпьем За мою красавицу Танюшу Посмотрите Какой она стол Нам накрыла Никогда этого не было Постоянное обесценивание Постоянные Какие-то претензии Постоянно Как кошка с собакой И вот в этой В этой атмосфере Рос Тигран Росла его сестра Как его сестра Может дать Любовь мужчине Может Выпустить Свою женскую энергию Если эту энергию Мать никогда При ней Отцу не давала Как детям Объяснила Уход папы Правду сказала Что вот такая вот история И я не говорила Что папа развелся